В австралийском штате Тасмания прошли экстремальные гонки на пенни-фартингах. Езда на велосипедах с большим передним колесом сложна сама по себе. А состязание на большой скорости и вовсе дело рискованное, ведь тормозов у такого средства передвижения нет. Велосипедисты сидят на полутораметровой высоте. Нужно постоянно контролировать руль, не давая велосипеду отклоняться. Однако находится немало смельчаков, готовых обуздать непокорный пенни-фартинг. «В мире любители таких велосипедов часто собираются вместе, но очень редко где проходят настоящие гонки на пенни-фартингах». Поболеть за участников гонки собрались тысячи человек. Приезжают даже из-за границы. «Я приехала из Нидерландов. То, что я увидела, просто здорово. Это просто волшебство – видеть гонки на пенни-фартингах, а также профессионализм участников». Состязались почти 70 смельчаков. Такие гонки здесь, в городке Эван-Дейл, проходят уже на протяжении трёх десятилетий. Причём местные жители не прочь проехаться на пенни-фартинге и в обычный день. «Увидеть в любой другой день человека, едущего на пенни-фартинге по главной улице Эван-Дейла – это вполне нормально». Несмотря на недолгую популярность, образ пенни-фартинга остался в истории как культурный символ конца викторианской эпохи. В Эван-Дейле соревнования до сих пор сопровождаются тематическими ярмарками, а посетители нередко одеваются в костюмы тех времён. Пенни-фартинг получил распространение в 80-х годах XIX века. В то время его называли просто велосипедом. Термин «пенни-фартинг» появился уже тогда, когда эти средства передвижения устарели. Название дали, поскольку внешний вид велосипеда напоминал две британские монеты – пеня и фартинг. Диаметр первой намного превышал диаметр второй.